Так, я пока... Ааа, Егор, тут надо воду убрать. Ааа, так наоборот, вы оставьте в самом низу воду пока что, чтобы можно было спрыгивать быстро. А, ну ладно, тогда убирайте. Ну на самом деле можешь каменный просто работать. Кто-то попортил это у нас через структуру. Крейпер разорвал себе что? Ладно, окей. Я просто не расслышал. Так, я сейчас сделаю примерное очертание того, что будет в итоге. Ну да, конечно, Пилатус. А, ты хочешь против... Нет, Пилатус, ни в коем случае, ни в коем случае, как же мы без тебя. Ну, он может отойти временно. Все равно сейчас это не возбраняется. Ну да. О! Так. Я нашел, где можно спокойно строиться. В комнату. Ну что, тут тупик, так что... Ну, ты можешь создать свою комнату, это будет еще круче. Не, пускай пока что он делает место, где бы мы могли складировать вещи и так далее. Те же нужно, чтобы куда-то люди складывали золото, то же самое. Да. Чтобы тебе его лечить добывать было. Да. Добывать золото, это просто очень тяжелый процесс. Очень. Опа, на лестнице. Вы знаете, что во время золотой лихорадки в Америке там только совсем немного старатели разбогатели. Ну, это логично. В основном богатели эти владельцы... Территории, на которых были прииски. Нет, нет, да ты с ума сошел. Бары, владельцы баров и те, кто продавали оборудование. Что? Знаешь, как там происходила добыча? Ломалась. Нет, там просто идет другая лестница. Ну, от сюда иди. Да я помню, это лестовая. Спасибо. Слушай, я помню, сочетал чьи-то какого-то француза. Да, я несколько французских книг встречал. Одна приключенческая. Да, я не могу просто вспомнить автора. Может, этого американского Джека Лондона? Нет, это не Джек Лондон был, точно. Потому что... Ну, странно, что это у француза, то есть. Ну, да. Хотя, может быть, что-то путаю. Это была такая толстенная книжица. И там описывался прииск. Бол, ты где?